139-й псалом, один из самых мощных псалмов, очень сильный псалом, много толкований. Философское его содержание заключается в том, что наши желания сказаны известным Богу еще до того, как они возникли. И он знает каждого из нас намного глубже, чем мы себя знаем. Поэтому это надо подумать и понять. Псалом читается за улучшение отношений между мужем и женой. Написано, что это очень сильная и мощная сгула для этого. Это также сгула свернуть сбежавшего мужа, ребенка и так далее. Особенно, когда читаешь седьмой пасук. Это «Куда уйду от твоего духа и куда убегу?». Что еще о философии этого псалма говорится? Растраченное время невосполнимо, ибо, как написано в шестнадцатом пасуке этого псалма, в книге твоей записаны все дни, когда сотворены будут, и каждый из них. Нам отмерен каждый день определенный срок на этой земле, и ни днем, ни часом больше. Поэтому за это время мы должны выполнить определенную задачу, с которой пришли мир. И об этом человеку стоит задумываться и утром, и вечером, когда он просыпается. Написано, что все элементы системы человека, душа, тело, действуют по программе, заложенной Творцом с момента зачатия. Сказано в нашем псалме, что «ты создал мои почки и сотворил меня в червемагере». Почки поддерживают, написано, давление крови в протоках и очищают, а восстановлением крови занимаются селезенка и печень. Идем дальше. Растраченное время невосполнимо, ибо в книге твоей записаны все дни, когда будут, и так далее. Надо еще, в дополнение к тому, что я только что сказал, понять, что этот псалом дважды или трижды пытается нас вернуть к тому, что есть какое-то идеальное наше состояние, и вот нам все время надо сверять себя с ним. Это сгулат для принятия молитвы написано, для открытия небес. Потому что иногда молитвы блокируются, особенно когда человек говорит нехорошие слова или проступки делают. В этом псалме 24 строк, и вообще написано, что когда что-то повторяется 24 раза, небо обязательно принимают. Это в древних книгах написано, что вот эти 24 строки, из Игилим 139, это мощнейшая сгула для открытия врат молитвы. И поднимается молитва, написано еще об этом. Не зря этот псалом входит в так называемые псалмы мизморин. Мизмор происходит от слова какой? Лизамер, срезать. И то есть срезать преграды, то что называется обрезать шипу розы, обвинители, которые не дают молитве подняться. Написано, есть уникальный каббалистический порядок открытия врат молитвы. Если ты хочешь, чтобы молитва вот точно нашла, читают псалмы. 10 псалмов в следующем порядке читают 30-й, 139-й наш вот этот псалм. 1-й, 122-й, 103-й, 67-й, 23-й, 148-й, 6-й, 105-й, 33-й, 27-й. Если их произносишь перед своей молитвой к Богу, написано, принимается молитва. Еще это большая сгула для шаломбайта в семье. Когда нет мира в семье, когда хочется восстановить отношения, читаются. Шамуш Тигерин книга говорит именно этот псалом. Этот псалом еще для мужчин, подростков, у которых сильное вожделение к чужим женщинам, читают два раза в день для того, чтобы это помогло. Это сгула еще и большая во время митцвы Бигур-Халив больных, чтобы вылечиться и после посука, который говорит, не оформили, не видели меня отчество, и после того еще помолиться о выздоровлении. Рекомендуют очень все читать этот псалом, если ты хочешь совершать бескорыстно добрые дела. Ну и последнее, что, пожалуй, есть по этому псалму. Написано из собранных Рава Мартовских по псалмам, написана очень интересная вещь, что это очень возвышенный псалом, и во всех пяти книгах нет подобному ему, который так наставлял бы человека на пути Всевышнего. И дальше написано «Счастлив тот, кто произносит этот псалом ежедневно». Все.